кодовое название видео трансляция апреля муж электросамокат но она по каким-то причинам не пошла я хотел показать как ставится причал вот он шел вдалеке от минут десять пока я тут тыкался с вон еще идет этот который баки выставлять вон первые лодки появились несутся резинка причем надута прям такие радостный ужас ну а там по берегам видно снег лежит еще на острове вчера только лет еще как за береги т.д.т.п. тут у города снега мало кусочки лежат зато тут срач вот видите это наверное хотят 9 мая успеть закончить я уже третий раз пытаюсь трансляцию начать ведь и ветер дует микрофон север севера короче даю никак не получается и как не получается короче то куры набегут интернет пропадет но тут красотища но я радостно неожиданно меня тут выдернули на почту и прыг на конях и поднесся хотя холодно ну чё поделать и думаю дай заеду на берег все таки лед прошел в чем-нибудь вам сниму наших ужасов ужасов чуток бляха конечно я хочу сказать я собственно снять ролик добраться маркад потому что стоит на продаже вот этот аппарат стоит и по смешной цене в общем-то 115 тысяч это вообще ни о чем учитывая как он проапгрейжен да просто проапгрейжен красиво начиная вот передней оси вот видите ось удлиненная там гайки короче все как надо в отличие от модели заводская можно просто потерять колесо и что я в прошлом году кстати со мной произошло благо на маленькой скорости то есть просто отвинтилась гайка каким-то чудом уже окажетесь или в кивете или на пешеходе или как говорится еще вас кто-нибудь догонит нормальный багажник корзинка у него конечно была неплохая но она сильно низко стоит ее забрызгивает а на багажнике уже более-менее как говорится брызги не прилетают ну и вообще как бы солидным размером больше можно привязать типа спальника небольшой палатки в общем ну и прочее прочее ну и конечно более мощный движок надежный контроллер и движок с которым можно ехать против ветра нормально с ветерком да и как на штатном куба когда вы просто упираетесь как вот у меня было вот здесь проспект первостроителей который сплошная труба такая ветер навстречу и ты короче практически едешь со скоростью 5-7 километров в час как пешеход то есть вот такое было у меня во время штурмах и ровно также испытывал его когда был штурм уже на новом нормально 25-30 прешь аж это самое вот видите какой проспект ну кто местный знает поэтому вот рекламирую судя по курсу доллара да уже дешевле не будет все уже продумано проверено проточено пробег кстати в аппарата вообще небольшой 1100 километров то есть вообще ни о чем причем 500 из них на старом движке то есть ну как бы для наших условий да чтоб возить нормального 80 90 килограмм мужика они 50 килограммового китайчонка да там мелкого который только рис ест и его сдувает как бы это аппарат других альтернатив нет и чтобы хранить в квартире блин то есть не где-то у себя можно там поднять даже без листа потому что все более тяжелые бу есть более крутые самокаты скорость больше и габариты у них получше ну блин они весят килограмм под 50 25 кг все облегчено у руль нормальный углепластиковый широкой дугой надежное положение ну я уже сто раз рассказывал про эти как бы народ у нас странный народ почему-то начинает задавать сходу какие-то еще раз говорю всем кто случайно появился на канале да сходу задают вопросы куча видео значит холивар по электросамокатам электротранспорта 23 или 25 видео я уж не помню заходите смотрите том числе так вот этот аппарат собирался до продов аккумуляторы протесты заезды на 70 с лишним километров по тайге по горам да то есть вот аппарат который тянет нормально в гору и прочее прочее в отличие от того не доделал но как бы как говорят китайцы ваши проблемы зима там прочее плохие дороги вы их и решайте так ну чё причал уже заводят я замерз конечно замерз пойду я домой поеду в общем все что хотел вам отснимал все давайте все поехал опа воткнулся грохот что-то неудачно его ветром дунул ах елки-фалки потерял квалификации капитан-механик аж здесь грохот слышно был баржи кранцы они что ли не занят не завидли грохот такой